Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 11 августа 2020 года. МАК-ТВ, прямая трансляция, телевидение для вас. Начинаем с обзора газет мировых. И у нас сегодня Артем Сырмолотов. Артем, пожалуйста, что пишет мировая пресса? Поехали! Добрый день всем. Конечно, у нас самое героическое место сейчас – это Беларусь. Люди выходят на улицы, протесты продолжаются. Десятки тысяч людей в разных городах продолжили протесты против, по их мнению, сфальсифицированных в президентских выборах. Ожесточенное противостояние демонстрантов с правоохранительными органами в Минске длилось около семи часов. Правоохранительные органы использовали, в том числе, водометы, если заточивый газ. Конечно, достаточно жестко пресекается этот протест. Погиб один митингующий. По утверждению официальной пресс-службы Беларуси, он пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке. Очевидцы говорят, что в тот момент силовики стреляли в сторону протестующих шумовыми гранатами. В общем-то, это все очень напоминает то, что происходило в Украине. Вот даже эта красивая картинка с огоньками. Тут еще дальше есть... Как ваш Майдан был, да? Очень похожий почерк. И, с одной стороны, понимаешь людей, что люди хотят чего-то нового, но к чему они идут, тоже непонятно. Но, возвращаясь к теме, протестующие перекрывали улицы, возводя баррикады. В общем, то же самое. И с такой ситуацией, несмотря на то, что у Лукашенко раньше были проблемы, он еще не сталкивался со своей 26 лет. Еще интересный момент, что Беларусь оказалась фактически в интернет-блокаде. В Стане перестали работать большинство информационных сайтов и государственных ресурсов. Перестали работать сервисы такси. Пользователи жаловались на неправильную работу мобильного и домашнего интернета. И в этих условиях возникло несколько популярных информационных источников, в том числе через телеграм-блоги. «Нехта и нехта лайв» — это такой сейчас источник информации для всех протестующих. Можно показать дальше еще кадры из самих протестов. Да, конечно, хочется пожелать беларусам быстрого улучшения этой ситуации. В общем-то, чтобы обошлось минимальным количеством жертв. Ну, конечно же, мнения разделились по поводу того, кто действительно выиграл выборы. Официальная власть говорит, что 80%. Лукашенко. Да, Лукашенко, Тихановская говорит, что наоборот. И тут не разберешься. Наверное, сильнейший победит или вот это протестное движение, или существующая власть. Также перейдем в Ливан. Премьер-министр Ливана после длительных столкновений, это еще Беларусь, Ливан у нас дальше. Премьер-министр Ливана Хасан Деоб объявил об отставке правительства на фоне протеста. Берут, и третий день подряд продолжаются стычки полиции и военных с протестующими. Они требовали отставки президента, правительства и досрочных выборов. В своем прощальном телеобращении к народу Хасан Деоб выразил надежду, что этот шаг поможет открыть дверь внутриполитическому регулированию в Ливане. Так он ушел в отставку, да? Он ушел в отставку? Да, да, ушел в отставку, сказав в конце, что система коррупции оказалась сильнее государства. Ну да. Да, нынешнее правительство продержалось власти всего полгода. В прошлом году тоже были противостояния. Предыдущее правительство в главе с Адам Харири ушло в отставку в октябре. Также на фоне массовых акций протеста. И новости коронавируса. У нас уже вот те миллионы, которых мы вначале боялись, да, говорили изначально 60 миллионов заболевших было бы, если бы не приняли меры. И уже вот по исследованиям института Джона Хопкинса американского, общее количество заболевших в мире перевалило за 20 миллионов. Это в два раза больше, чем 45 дней назад. То есть, несмотря на все принимаемые меры, количество заболевших растет. В Европе беспрецедентный рост заражений, так характеризовало руководство Минздрава Франции, число инфицированных за последние 24 часа. Эта цифра приблизилась к 1700. Власти предпринимают усилия, чтобы избежать тричного карантина, в том числе масочный режим в Париже. Уже без маски нельзя ходить на улицы, несоблюдение этого правила карается штрафом в 135 евро. И во всех курортных городах введено также обязательное ношение масок, несмотря на то, что люди больших количеств туда ездят и многие пляжи переполнены. Также усугубилась ситуация в Испании, и в Великобритании, и в Ирландии. Поэтому остается надеяться только на, ну как говорят, вакцины, да? Но и вакцина – это тоже не какая-то панацея. Нам нужно посмотреть, что этот вирус нам показывает, наши отношения, наш подход к жизни пересмотреть. И тогда уже войти в третью волну уже по-другому. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пойдем дальше. Перейдем к Александру Козлову. Саша, пожалуйста, твои комментарии. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот как бы есть такой простой закон, в капле, в одной капле отражается весь мир. Вот сейчас Артем упомянул Белоруссию, да, и Ливан. Действительно, вот такие два маленьких государства, в которых явно концентрируются, выражаются все те проблемы, которые накопились во всем мире. Но к Белоруссии наверняка нам еще придется возвращаться не раз. А я хотел буквально некоторые моменты важные подчеркнуть того, что происходит в Ливане. Действительно, вы видите, Ливан, это была процветающая, стабильная, образованная страна Ближнего Востока. Наверное, самая образованная и самая процветающая, да. И вот несмотря на то, что такое высокое униоразвитие, и такая маленькая страна, и такие прекрасные климатические условия, вот там происходит мощнейший кризис, который подстегнул, конечно, этот взрыв, невиданный, неслыханный, от которого вздрогнула вся планета фактически, но в первую очередь сам Ливан. Вот. И обострился кризис. Вы видите, правительство уходит в отставку, президент принял отставку, но попросил всех министров работать, пока новое правительство будет сформировано. Вот. А мы просто, я бы хотел подчеркнуть корни этого противостояния. Во-первых, в Ливане 18 основных религиозных общин, и вся политическая система строится на том, чтобы дать каждой общине какую-то квоту в правительстве и в парламенте. То есть вот эта уникальная ситуация, именно на религиозной основе попытка построить светское государство. Это, конечно, что-то такое вот несовместимое, и поэтому действительно трясет эту страну постоянно. Вот. Конституция принята в 1926 году, пересматривалась неоднократно. Вот. С лета 1943 года принята вот эта модель, вот этого сложной, такой конфессионального распределения высших постов, уникального, такой, конечно, сложной системы. Вот. Но что реально происходит при этом? Реально правит страной 25 семей, которые правят на протяжении уже 150 лет, можно сказать. Вот. То есть это такие религиозные, клановые организации конфессиональные, в которые есть лидеры, и фактически они реально управляют страной и финансово-экономически, и, так сказать, социально-политически и так далее. Кроме того, вы знаете, что в этой стране очень сильная позиция Хизбаллы, и про-иранское влияние очень сильное. Считалось даже, что весь порт контролировался Хизбаллой, и еще много других регионов страны, и много сфер деятельности. У них там даже своя, как бы, внутренняя система налогообложения, финансирования существует и так далее. Очень интересная схема. Это, конечно, ну, не может не тревожить Израиль, рядом с которым находится Ливан. Вот. Ну и вот была гражданская война 15 лет. После этого постоянные кризисы, и вот сейчас, конечно, жесточайший кризис. И вот это недовольство, вот эти протесты, мы с вами, к сожалению, будем все чаще к этому возвращаться. В разных странах оно происходит. Нам важно понимать причины и понимать законы, по которым развиваются вот эти конфликты, и как, собственно, из них нужно выйти. Понятно, что сейчас ни в Ливане, ни в Беларуси нет инструментов для реализации кризисов, которые там настигли эти две страны. Ну, Беларусь пока не будем брать, мы отдельно о ней поговорим. А в Ливане вот это противоречие, конечно, жесточайшее, между религиозной составляющей и политической. И, по всей видимости, этот кризис будет затяжным, и, возможно, опять будет следующая гражданская война и другие очень печальные последствия. Значит, нам с вами, что важно, видеть в каждой ситуации, не просто вот картинки, где там кто-то кого-то бьет или падает, или, так сказать, что-то там происходит, а видеть отношения между людьми, насколько невозможно выстроить в нашем, казалось бы, цивилизованном мире на основе тех средств политических, экономических, социальных, информационных, которые существуют. Наоборот, эти противоречия ужасно обостряются, и наша задача найти решение этих противоречий совершенно на другом уровне, не на том, на котором сейчас решают это правительство, и парламент, и различные эксперты, которые это все обсуждают. Поэтому мы ищем это в построении правильных отношений между нами, в новых ценностях, более высокого уровня, чем те эгоистические, которыми сейчас руководствуются все эти государства. Все буквально без исключения. Поэтому будем работать именно над этим. Спасибо, Саша. И передаем микрофон. Семен, пожалуйста, в завершение. Спасибо, Саша. Ну, мы заканчиваем нашу программу. Спасибо огромное. Следующая программа у нас будет 13 августа в 13.00, послезавтра.